Ай, две зайжатских прыщей! В реальной жизни, конечно, это не так приятно услышать свой адрес. Что у нас тут? Ха-ха-ха! Майни, мы с вами, всем привет! И сегодня с реакцией на видео с канала Некич, называется Я построил лучшую деревню Пиглина в аду в Майнкрафт Хардкоре. Давно, опять же, Некич не выпускал ничего, давайте же посмотрим. В этом видео я построил лучшую адскую деревню в Майнкрафт... Хорошее качество, извиняюсь. В этом видео я построил лучшую адскую деревню в Майнкрафт Хардкоре. Было много смешных, интересных моментов. О, это что? Все как всегда. Агоним на Липа? Я даже мог умереть в этом ролике, было очень опасно. Кстати, если ты не подписан на мой канал, вероятно, это просто какая-то ошибка, и ты ее можешь исправить. Подписан, все нормально, все нормально. Ну что ж, меньше слов больше делаем, поехали! Эх, хорошо в деревне у бабушки. Интересно, а как бы она выглядела в аду? Да не бабушка, боже упаси, я имею ввиду полноценную деревню. Да ну, в аду даже жителей нет. Что за абсурд, тупые идеи не придумаешь. Так, секундочку. Может, жителей-то в аду и нет. А вот крайне меркантильные торговцы еще как есть. И это пиглины. Что если я создам деревню пиглинов и перетащу часть бастиона? Это же просто гениально, Ватсон. Не, это прикольно будет. Нам нужен новый пиглинский лук. Фэшн из моя профессион. А золотится, так сказать. А то кем-то не признают. Сейчас сделаем лучшие золотые тяги. Кеф-тене-о. Здорово, парень, я это своей не пережил. Сперва мне нужно дерево. Так, поруся. Не надо. Наш кот в свое время так же пытался залезть на стол и выпрашивал мясо. Да уж, недостижимая цель для ума лишенного NPC. Вот чисто российское гетто. Опа. Сейчас я ему помогу. Нет, нет, у них твоя работа. Криминал по коням. Сейчас ультану. Главное в маршрутке таких звуков не издавать. А здесь ситуация патовая. Угомонись, поруся. Гомой, едет. Сказали, что в туалете кто-то знатно навалил. Не расстраивайся. Смотрите, все школы. Опа. А вот так вот и умирают внезапно. Подождите. Пацанчик помер со стыда. Видимо, скелеты и сушители тоже попали под санкции. Не завезли. Ну, благо я не по их душе здесь. Это шутка что ли какая-то? Майнкрафт. Вообще нет осушителей. Хорош. Кайф. Две зальжатских прыщей. В реальной жизни, конечно, это не так приятно услышать свой адрес. Что у нас тут? Отлично. То, что мне нужно. Так. Еще прыщи. Броню у пиглинов ты, может, и наторговал. А вот зелья огнестойкости-то нет. Подумай над этим надосугим. Смол брейн. Мне нужна. Шальная такая жила с базальтом без золота. Понял. Главное уметь читать знаки судьбы. Покопаем здесь. О, пельмень. Ты тоже застрял в прошлом, как я без новых мемов в ТикТоке? Больно вообще-то. Но не так больно, как год без новых видео. Нет. 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 Только нет. Не смей. О, гудр. Никаких шуток про бывшую. Неужели это совершилось? Я добыл почти все необходимые ресурсы для адской дерев... Чисто копатель онлайн. Вошел, покопал. Миллиард стаков всего. Китя, все готово. Не нужно больше ждать, Китя. Да есть же, бро. Смотрю, ты подкачался к лету. Настоящая машина. Теперь буду пользоваться твоими услугами по назначению. Вези меня на своих широких плечах. Эх, у пленов. Тебе там сверху вне, где подходящее место для деревни? Прямо? Действительно прямо. Прямее некуда, я бы даже сказал. Багровый биом. Большое лавовое озеро. Даже крепость поблизости. Бастионов при дачу не хватает. Федор Лавомирович вынужден временно отлучиться. Та не сытый, так у тебя ж поджилки трясутся. Тряслись не зря. Там свиняка докопалась. В смысле, некультурный гражданин адского государства. Это был несчастный случай. Мне так жаль. Как же начать стройку? Мне нужно эпичное появление. Это гениально поставить этот. Это скорее эпичное исчезновение. В прошлом видео Телеграм-канал Никич. Куда пропал? Когда новое видео? Телеграм-канал Никич. У тебя миллион. Не попушишь, попушишь. Выложишь карту. Телеграм-канал Никич. А уже было же вроде бы. Телеграм-канал Никич. Подписывайся. Снова мои любимые крестики-нолики. Правда, нолик начерчу по-новому. А именно, не слезая с Федора Лавомирыча. Почему бы и нет? Чисто такой микро-челлендж, да. Вот ты и признался, дружок. Что-то жопа какая-то, дорогие друзья. Больно сложно оказалось. Ну, мужик слово дал. Мужик слово забрал. Шучу, надо доделать. Я же не пусть-ка. О, однако, здравствуйте. Нет, нет. Спокойно, едим яблоки. Лавомирыч, я не дотягиваюсь. Уйди с моих глаз долой. Федор Лавомирович, я иду к тебе. Лавомирыч, спасай. Фух. Вот так и поворачивайся к другу задом. Поджарились. Я полыхала огнем. Буквально. Но это лишь начало. Теперь заполняем все четыре платформы. Что-то мне как-то не по себе. Как-то многовато, ребят. Единственный вариант сжечь их всех в лаве. Жрем яблоки. Это было опасно. Свиньи сгорели раньше меня. Ты хоть понимаешь, что мы здесь с тобой живы благодаря этому грибочку? Пора все менять. Хватит это терпеть, все. С этого и нужно было начать. Вот теперь пускай они тут побегают. Сыграли в партийку переводного дурака. Теперь это для них настоящий ад. У них там своя вечеринка. Понятно. Свинья спидранер. Ребята, ничего личного. Естественный отбор. Это физрук, если бы не травма в девяностые. Здорово. Лови. А, блин, так не работает. Зато я знаю, как точно работает. Ведьмак. Дикая охота. Работаем, парни. Ну вот, бросили как сцепление на первом занятии. Когда психолог посоветовал чаще бывать на природе. Круг в круге. И сегодня мы с тобой кругуем. В круге. Боже, что за дерьмо. Ох, мужики, оригинальные песни. Нет, ну это прям какой-то Джон Уик на минималках. И самое главное, его тоже никто не может убить. Финальные штрихи. Пиглины враждуют. Такие думают, блин, везде грибы. Ты с визор скелетами, поэтому их головы здесь в качестве трофеев. С моей новой фермы золота могу себе позволить такой выпендрёж-балдёж. Отличный памятник. Но не для моей деревни. Расставлю, пожалуй, здесь кнопки. Финская сауна готова. Боюсь, ВДВшники бы не оценили столь жаркий фонтан. Это джакузи, джакузи, всё нормально. Не понял. Бе, вообще-то это мои шалкеры. Вашей наглости нет предела. Тык, так, тык. Тык, рогатый житель готов. Почему жителя не пиглин, спросите вы? Скоро увидите. Кажется, этот паренёк с сюрпризом. Он не тот, за кого себя выдаёт. Это ловушка. Пиглин-чан. Буф. Семейные разборки на кухне. Разбираешься реально. Иска торговой зоны в том, что здесь... Ну, получается, будет сюда жителей перевозить или что? Целые ритуалы по привлечению золота в жизнь пиглина. Готово. Осталась маленькая деталь. Не можно забраться. Хочешь в ад. А не сможешь, потому что тебя никто и не спрашивал. Провожаем жителя в последний путь. Не, ну жить-то он будет. Пока. Пришлось оградить жителя стекло. А, прикольно. Чтобы их не сталкнули тут некоторые. И он не помер раньше положенного ритуала. Это, кстати, крутая идея. Блин, круто-круто. Благодаря которому пиглины становятся богаче. Ну, либо они так просто устраняют конкурентов на рынке. И хотят стать монополистами. Какое чудесное цирковое выступление. Я говорю, это... Ульта этого... Точнее, не ульта. Это гони мипа с дотки. Браво! Молодцы какие. Еду заслужили сегодня. Да, тут, конечно, шесть, в воду, конечно, опасненько. Опасненько. Добавил здесь небольшой такой вагончик с тонны золота. Флэшбеки с ограбления GTA 5. А также здесь есть репрезентация биома, в котором они родились. Это их гордость. Небольшая рыночная зона с магазинчиком на углу. С новым брендовым луком. На этот бархатный весенне-летний сезон по цене золотого яблока. Раритет. Ведь яблоки в Назаре не растут. Сейчас построю лавово-рудничную зону. Надо же куда-то лавомеречку пристроить. Это дликатес. Так-то. Мне никто не мешает. Мне никто не мешает. Мне никто не мешает. Ну ты отожрался. В экран морда не влезает. Сел бы на диет, что ли. У кого-то в деревнях поля пшеничная. Это про меня, да. Так и знал, что надо похудеть. Лавовые. Давай поскорее. Мы тут одного тебя с лавомеречем ждем. Очередное эффектное появление. Большой рудничный склад. Само собой без шахты. Пигляны только тыри. Чужие шалкеры золотом могут. Сзади находится озеро Лавомереча. Видите, как он счастлив. Только у него улыбка что-то в обратную сторону. Это нормально, так улыбается, окей. Живут здесь куб в кубе, куб-скок, кб, кубик Рубика и лава-кубыш. Да на, на. Это тебе домашнее задание до завтра. Справишься? Надеюсь, что нет. Пора позаботиться и о свинюхах. Построю-ка я для них мясокомбинатную кабалу. Нет, я абсолютно точно уверен, что мне никто не мешает. Я вообще ничего не понимаю. Неужели они так рады, что я им закон построил? Извините, простите. Вы выходите? Мне на следующей остановке выходить. Ох, тетя. Это реально этот, блин, в автобусе, когда едешь, блин, в час пик. Не выйти. Рубил я, значит, дерево. Факты, факты. И вижу такой милый кадр. Вот это я понимаю. Дружба. Дружба продлился недолго. Какой-то более уж дорогой дом получается из каждого дерева. Это уже не строительство, а какой-то Sky Wars. Ну, либо как бы Dream строил дома вместо спидранов. Ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? Эти ремида почти готова. Адский мясокомбинат. Пиглины, как вы все поняли, не мусульмане. Они едят свинину. Пиглины здесь ее у входа сразу и готовят, так сказать, не отходя от кассы. Пока все свежее. Благодаря высокому забору им ничего не угрожает до тех пор, пока однажды ворота не откроются и за ними не придут. Кажись, Шиза. Ладно. Магический маяк вождение. А что так гуляет? Шиза настигла все племя. Левое плечо вперед. А что с ними? Хоронилище звезды Незера, в котором может пробудиться визор в любой момент и отомстить Пиглиным за своего брата. Сводного, правда, ну ладно. Этот дом немного особенный. Заросшая крыша не единственная его особенность. И даже не то, что это автоматическая фирма свинины. С виду обычный дом, но Пиглиным удалось поймать визор скелета в плен, чтобы выявить все их слабые стороны. Ага, Пиглиным удалось. А не палец за палец не ударь, если им не заплатишь. Он жив. А задний двор, это вообще ужасный старт. Да и только. Напротив находится дом в химии с крайне полезными часами, а главное точными. Ну, вполне понятно. Знаете, почему я почти не снимаю процесс стройки? А что говорить-то? Ну, строю, построил, строю, построил. Ух ты, и снова строю, построил. Здесь Пиглины проводят лабораторные опыты, отбирают отдельные ингредиенты и пытаются понять, почему искаженные грибы до смерти пугают хоглинов, но между тем визором на них все равно. Справа по курсу находится адская кузница. Здесь они изготавливают всю необходимую броню и оружие. Так, мясокомбинат на другой улице. Ты, по-моему, перепутал. Вот почему надо ставить летом сетку на окна. Багровый искаженный гриб, благодаря которому я жив. Можно выпить красную таблетку и выяснить, насколько глубока кролищая нора. Оказалось, даже слишком глубока. С такими же глазами я обычно доделываю ролики. Остался бастион а-ля крепость с забором. Как я буду строить бастион, я пока сам не в курсе. Как иронично. В начале выживания в этом мире я мог умереть в этом же бастионе. А теперь мало того, что я его разбомбил, так теперь я еще и разбираю его останки для постройки адской деревни. Спустя 3200 игровых дней. Как же он много наиграл уже в этом мире. Я уже в виде слова играть в Майнкрафт. Мне уже от него тошнило бы, наверное. Адская деревня полностью завершена. Это однозначно лучшая адская деревня в Майнкрафте. Вы там хорошо. Аутентичненько. За ними бастион а-ля крепость. Поголь. На кашке сидит король. Наверху, разумеется, куча золота. Также пиглины пытались сделать портал в золотой мир. Но никто не говорит, что они умные. Деревня получилась даже лучше, чем я ожидал. 150 игровых дней прошли не зря. А также куча моих сил на этот ролик. Благодарю вас всех за внимание. Всех обнял. И пока-пока. Хороший видос. Хороший видос. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал. Некча обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачи. Всем пока. Пау.